Конечно, телефона нет, он потерялся, памяти нет. Память изменилась. Раньше всё было прекрасно. Мы всё помнили наизусть, звонили, не так ли? То есть сейчас мы всё забываем. Как же там было, госпожа Джандан? Благодарю. Такой жёлтый весь. Большой справочник, справочник. Конечно, когда были справочники, мы там могли найти. То есть сейчас всё так. Произошли события один за другим. Но, конечно же, здесь недоразумение произошло. Но не переживайте. Теперь я здесь. И никуда не уйду. Понимаю, господин Демир, но, пожалуйста, вы тоже больше не исчезайте, не сказав никому. Уйки нет больше родственников. Беспокойтесь. Ладно, а вы продолжаете жить с госпожей Джандан? Нет, то есть... Я... Через пару дней съеду отсюда, мы нашли дом. То есть я нашёл дом. Правда? Угу. Демир, почему вы мне не сказали? То есть у меня не было такой возможности, госпожа Джандан? И вот так внезапно появился передо мной. Смотрю дом. Я такой в дом. Это... То есть снял уже, уладил это. Хорошо. Хорошо. Поздравляю. Благодарю. Ладно, какой у нас дома? Красивый? Какая моя комната? Там есть сад? Если там есть сад, мы можем купить котенка. Какого ещё котёнка? Ой, Кью, что за котёнок, милая? То есть у меня же аллергия на кошек. Ты разве не знаешь? Потом, смотри, госпожа тоже и господин здесь. Мы потом всё обсудим. Хорошо? Господин Демир, только вот вам нужно указать свой новый адрес в органах опеки, когда придётся проверку. Что значит на проверку? Ну, конечно, теперь органы опеки будут реальнически навещать вас, чтобы проконтролировать порядки львовиков. Пусть приходят. То есть приходите, да, конечно. Конечно, приходите, когда захотите. То есть приходите, я всех гостей встречаю. И адрес скажу. Это не проблема. В таком случае мы возьмём с вашего позволения. Да, большое спасибо, я провожу вас. Мы и вас побеспокоили, извините. Ничего страшного, это наша работа. Да, господин Демир, не забудьте сообщить адрес, это важно. Конечно, я сообщу, не бойтесь. Это грязь, я упал в яму. Так вот, да, ладно. Доброго дня, доброго дня, спасибо вам. Я провожу вас. Прошу вас. Ничего нет. Господин Демир, где этот дом? То есть он недалеко отсюда? Да, дом. Дом это он недалеко, то есть не на набережной, а на холме. То есть и не совсем на холме, он между. То есть между холмом, но не совсем на набережной. Хорошо, тогда давайте вместе пойдём туда и посмотрим. Дом я помогу вам, может быть полезным чем-нибудь. Да, да, будет прекрасно, госпожа Джандан, но сейчас там квартиранты есть. Пусть они съедут, мы так и сделаем. Уладим, сейчас кофе сварю, выпьем хорошенько. Хорошо, Уйки. Уйки, дорогая, я отнесла наверх твой чемодан. Если ты хочешь, вытащи свою пижаму, зубную щётку и остальную. Подготовь, ибо ты здесь будешь ночевать сегодня. Хорошо, сестра Джандан, но мне не нужно вытаскивать всё остальное, да? Как бы там ни было, мы поедем в свой дом. Хорошо, давай. Господин Демир? Госпожа Джандан, я сделаю кофе. Да, кофе, легко. Брат, Демир-то дома. Только что пришла официальная машина, и я не понял, что делать. Что за официальная машина? Тоже не понял, брат. Пошёл в туалет, пришёл, вижу у двери официальная машина. Демир и девчонка вышли из неё вместе. Вдруг эта женщина имеет дела с государством. Не будем наживать проблем на ровном месте. Такое дело. Хорошо, приходи, не гуляй там. Придумаю что-нибудь другое. Хорошо, брат, иду. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми. Играет музыка.